всем привет и привет на канале рб хоккей где мы говорим только о хоккей с вами павел лысенков и давайте мы сделаем прогноз на блокбастер акбарс принимает дома цска что и об этом думает такие прям как вишенка на торте если рассматривать чемпионат кхл как торт но в первую очередь хочу сказать что на канале рб хоккей много классного интересного хоккейного контента есть передача отдела хоккея где мы обсуждаем горячие хоккейные темы как раз кстати акбарс мы обсуждали недавно свежий выпуск посмотрите он так бодренько собрал знарок вот эти все дела посмотрите вам будет интересно и также есть исторические выпуски ретро ретро николай озеров виктор блинов как алексей ковалев провел кучу смен когда его майк кином гнал на лед так что там интересно тоже погрузитесь в историю нашего хоккея и конечно не забывайте о прогнозах лента прогнозов выходит на канале рб хоккей нхл кхл обязательно и будет сборной россии скоро в ноябре турнир декабре турнир так что оставайтесь с нами вот такая у нас была преамбула и теперь цска акбарс точнее акбарс цска процесс к много говорить не стоит потому что команда начала чемпионат не шатка ни валка было видно как они хотя состав них радикально не изменился но видно как они перестраиваются опять же после ухода корешкова как федоров там что-то меняет команде сейчас команда разогналась 10 побед подряд действующий обладатель кубка гагарина 10 побед подряд то есть федоров нашел все эти кнопочки все что мне работало теперь все работает хорошо цска цска вопрос никаких нет акбарс акбарс 9 поражений в десяти последних матчах потом игра с нефтехимиком получалось тугой нефтехимик вел 20 ну агварс там потом у себя дома нефтехимик там младший брат понятно татарстан дерби размотал 52 2232 и не понеслось в конце но главная интрига конечно александр радулов убрали состава александр радулов видно что через своего агента через своих помощников там спич райтеров накатал целое письмо где он высказал недовольство тем что убрали состава что типа чё какие ко мне вопросы лучше бомбардир у вас там ошибки из матча матч продолжается да там был конфликт с юрием вабенко на что вы из этого все раздули в общем не скажу что это интервью стала прям такой бомбой но удивило что радулов обычно такой молчаливый вспыльчивый вдруг стала вспыльчивым и при этом красноречивым да то есть он выступил с открытым письмом на моей памяти впервые обычно когда какой-то случался конфликт вокруг радула у которого было немало за его карьеру он уходил в тень здесь он решил высказаться может быть даже это высказался его агент вложив мысль радула печатный штиль так ну радула вернуться из состав к матчу с иска или нет это вопрос олег за рук не дал ответ на пресс-конференции я думаю что вернуть должны потому что держать до очень дорогого игрока больше чем один матч на лавке запасных не стоит хотя вот как мне известно понедельник акбар сканировался в таких сочетаниях что там просто команду разбили на два цвета были белые зеленые и не было понятно с кем вообще радулов мог быть пятерки то есть мы это до сих пор не знаем будет он играть в принципе я был выпустил потому что у радула терки давние с циска циска на него недавно наезжал говорю что нас кинул 2016 году обещал с нами подписать не подписал в общем радула должен быть против ска мотивирован еще больше должен быть мотивирован против этой всей ситуации когда его обидели убрали состава акбарса и он должен выйти на лед и доказать что я радулов я всех порву выпустит ли его олег разнорог я думаю что должен он опытный тренер он должен прекрасно прочитать эту ситуацию что если не радула в принципе акбарс конечно выглядит плохо мало забивает команда выглядит неважно и даже победа над нефтехимиком домашнюю не должна никого не надо обольщаться на этот счет в общем так сказал представим что радула выпускает все равно мне больше нравится кэф 203 на то что циска выиграет пусть даже в дополнительное время пусть по буллитам циска возьмет свое циска это системная команда ахбарс команда на данный момент она системно не стала она непредсказуемо она эмоциональная она сейчас получается зависит от одного двух трех человек как у них с какой ноги они станут какие эмоции кто на кого посмотрит как раздевал кто кому какое слово скажет и это все конечно не внушает оптимизма лично мне 203 победа циска в казани что думаете вы пишите в комментариях нужно ли возвращать радула в состав может быть его обменять салават и улаев как предположил матч тв все что вы думаете на этот счет давайте давайте в комментариях обсуждать лайки подписки колокольчики давайте продвигать это видео обсуждать российский хоккей он очень интересный очень прям борьба идет кхл невероятно и посмотрите какие интриги радулов зонарок шипачев к горлицкий все залипов кто там еще есть и все и в дубле зелено все знаете все знаете эти ребята хочешь выжать максимум из своей ставки это возможно вместе с надежным маркетплейсом частных прогнозов от рейтинга букмекеров регистрируйся на tips.ru и получи доступ к прогнозам от лучших экспертов рунета в мире ставок на спорт получи бесплатно первые 7 дней подписки но и это еще не все стоимость подписки снижена и лучшее предложение по цене качеству прямо сейчас трехмесячная подписка участвуй в турнирах прогнозистов и у тебя будет шанс выиграть 20 тысяч рублей а владельцы премиум подписки поборются еще и за 150 тысяч рублей ты и tips.ru это всегда вин-вин переходи по ссылке в описании регистрируйся и забирай свое tips.ru только надежные прогнозы а